Они рождались как дорожные тюды, а стали полноценными произведениями искусства. Десятки работ Николая Рериха из его знаменитого путешествия по провинциальным городам России объединились в выставке «Красота старины. Устой настоящего» и «Мост в будущее». Почему местом для нее выбрали Вятское, расскажем далее. Если бы Николай Рерих в эти дни оказался в Вятском, он бы обязательно взялся за кисть. Сохранение культурного и исторического наследия великой страны – вот что объединяет художника, мыслителя и общественного деятеля с самым красивым селом России. Замечательное село. Тем более оно стоит рядом с Ярославлем, в котором был Николай Константинович Рерих в ходе своей экспедиции по старинным городам Руси. Именно наш город оказался первым на маршруте путешествия, 120 лет которого отмечается в этом году. Из него Николай Константинович привез более 80 живописных этюдов. Часть из них получила временную прописку в Вятском. Кажется, что Николай Константинович как раз понимал то, что Илья Сергеевич Глазунов называл Русью изначальной. Понимаете, да? И то, что это Русь изначальная, а здесь в Вятском тоже находится – это очевидный факт. Древние храмы Углича, Ростова и, разумеется, Ярославля. Некоторые из них – святыни утраченные. Ни одна деталь не ускользнула от внимательного взора художника. Изобилие архитектурных элементов, величественные стены, подсвеченные заходящим солнцем и, кажется, сами излучающие свет. Символы духовной силы древних провинциальных городов. Вспоминая имя Рериха, мы сразу понимаем, что общность культур и проникновение нас всех душами в эту общность культур и поднятие духа российской провинции – это наше главное дело. Своё путешествие Николай Константинович когда-то назвал поездкой по старине. Теперь в неё могут отправиться все ценители наследия Рериха. Выставка открыта в течение месяца. Вход бесплатный. Марина Ромакина, Николай Лебедев. Вести Ярославль.